Я рисовал с детства. Потом всякие разные были учебные заведения, начиная с Таврической школы, так она называлась – Таврига. Художественная школа – это бывшая школа общества по отчаяниям художеств, которую организовал, насколько я помню, Рерих, где там преподавали очень приличные люди, Петров Откин, например. Потом была 190-я школа. 190-я школа – это школа при Мухинском. Там было три художественных класса. Это когда Хрущев устроил производственное обучение. Одиннадцатилетку. После этого Мухинское училище было. После этого армия. А после армии я поступил работать в художественную школу преподавателем «ЖП-рисунков и композиции» и начал самостоятельно что-то делать. Потом узнал о том, что в Эрмитаже существует не группа, а набор товарищей, товарищей в хорошем смысле, которые занимаются под руководством Григория Яковлевича. Ну и я туда попросился. Те, кто там занимался в Эрмитаже, пришли к выводу, что наша система художественного образования очень мало дает. А Григорий Яковлевич занимался анализом станковой композиции, в основном станковой композиции. Это, конечно, по насыщенности, смысл было несравнимо с тем, что давалось тогда в институтах в наших разных учебных заведениях. Еще при том, что у нас было все построено на идеологии и, соответственно, сужало возможности художественные. Кроме всего прочего, в Эрмитажной этой компании мы просто дружили все, в основном. Там были люди постарше, и они были еще педагогами, у которых многие наши в очереди. Так что это была, скорее, компания людей близких по духу, а не даже не по возрасту и не по уровню, потому что там разные люди были. А после смерти Григория Яковлевича восемь человек в группе остались и стали совместно работать. Уже получилось неформальное объединение. Так же, как группа остров, скажем, аквариум. Это некоторым образом копирование, но копирование не на уровне, скажем, академической методики, методики академии художеств, когда точь-в-точь надо, ну, как бы это сказать, переснять вручную то, перед чем ты стоишь, там какую-нибудь картинку. А это копирование с анализом элементов изображения. Но это же во многом тоже традиция. В частности, у Петра Уоткина в книжке «Пространство Евклида» описано, как он начал ходить, Петру Уоткин сам, начал ходить в Эрмитаж и пытался проанализировать станковую композицию с той точки зрения, что каждый элемент имеет смысл. Что такое вертикаль, что такое горизонталь, что такое диагональ, что такое пятно, форма пятна, количество пятна в композиции. А Григорий Яковлевич Дилугович учился у Петра Уоткина в Академии художеств. То есть аналитическая традиция, она присутствует в обучении очень давно и не только у нас. Скажем, я в какой-то монографии о Матиссе нашел фотографию работы Матисса, которая абсолютно похожа на Эрмитажные работы по принципу анализа Матисса. Ну, правда, Матисс с русским искусством связан, конечно, сильно. Да нет, много таких людей было. Единственное, жалко, что это не магистральное течение, потому что на основе такого анализа, я думаю, появились бы совершенно гениальные картины в большом количестве, мне так кажется. Это такое место в Новгородской области, куда вся группа Эрмитаж ездила на этюды. Но поскольку это были этюды, там эмоций было гораздо больше, чем аналитики. Это место в Новгородской области на реке Мста. Очень красивое место с такими глинистыми, из охры сложенными обрывами. Наши уже поздние приезды туда, это где-то конец 80-х, первая половина 90-х, совпало с полным развалом этой местности. Деревни погибли практически все, развалились и жители исчезли. Хотя это было очень богатое место по Мсте, там было много деревень, богатых новгородских деревень. А вот этот самый вид, он не срисован с реального пейзажа. Тут есть обобщение некоторое, есть то, что лишнее, то, что мне мешало. Но, в принципе, это вот кусок того ландшафта. А полнолуние связано с тем, что тревожность какая-то здесь должна была присутствовать. По сути дела, это реквием по деревне, по новгородской деревне. У меня половина родственников по женской линии, они новгородские, поэтому я просто эти места все знаю. С полутора лет я туда езжу, бабка моя оттуда, дед, прадед. Реквием, некоторым образом. А полнолуние так совпало, что из дома, где в последние годы мама жила, восход Луны всегда виден. Ну а полнолуние, ну полнолуние связано еще с тем, что вот не только я заметил во время своего преподавания, что полнолуние это самое для педагога самое паршивое время, потому что женщины, дети и животные находятся в возбужденном состоянии. Это на самом деле так. Поэтому появилась полная Луна, кроме всего прочего. Луна сама по себе яркая, а с той стороны, ну почему она так сама яркая, с той стороны заходящее солнце. И вскошенный край, в край массива травы, вскошенный упирается как в стену последние солнечные лучи. Они, как правило, оранжево-красные, не желтенькие, не бледненькие, а яркие. И вот отсюда красно-оранжевый еще этот самый. С туманом это связано еще, потому что контраст очень часто бывает так, что солнце еще не зашло, а от мсты туман уже поднимается. Он холодный, это теплое, так что это просто спровоцировано природой. Я бы сказал, что это развитие генеральной линии протестантского мироощущения, протестантского именно. То есть то, что произошло, в частности, в Северной Европе, в Голландии в основном, в конце XVI-XVII веке, очень плохо повлияло на мировое искусство. В целом, почему? Потому что отношения внутри художественного братства, скажем так, они поменялись на производственные. Появление жанров, появление специализации. То есть если Калф пишет цветы, то ты не моги ни в коем случае цветы писать. Это Калф пишет, он лучше всех пишет, туда не залезай. А тот, кто пишет замерзшие каналы, ни в коем случае он у нас лучше. Понимаете, вот это деление, бесконечное деление, оно и привело к тому, что индивидуальность стала выше сущности. Понимаете, потому что главное, это ведь и для зрителей, и для художника, это вот… Вот мне очень нравится слово «резонанс». Является образ какой-то, неважно, что это такое, пейзаж какой-то, через который я иду, сквозь который я иду, или состояние природы, или погода какая-то, или человек. В любом случае, я должен, чтобы зафиксировать это, с целью кому-нибудь передать там, я не знаю, потом потомкам, или там на выставке, или впечатление, которое я получил, образ который мне явился, я должен войти в резонанс с этим образом. И резонанс-то может быть разным совершенно, он может быть телесным, например, как у спортсмена, когда все получается. Я довольно много занимался спортом, я знаю это состояние, когда выходит там, в акробатике, например, в каких-то, в беге, в упражнениях. Вот. Или душевный, когда я пишу портрет, и мне нужно войти в резонанс с тем человеком, которого я изображаю. Иначе не получится. Значит, зритель-то потом не поймет ничего. Или духовный, когда я, скажем, вижу какой-нибудь маленный образ уровня, там, Рублева или Феофанова. Без этого резонанса ничего не выходит. А сострепать этот резонанс индивидуально ни у кого не получается. Ведь это же не объединяет людей, а разделяет вот эта индивидуализация. Сейчас многие говорят, ну вот, там, по радио иногда слышишь, об атомизации общества. Атомами легче управлять, чем крупными какими-то глумератами. Вот. А это все идет оттуда, от этики, от протестантской этики, от 17 века, в частности. Многие считают, в частности, например, там, Пикассо говорил, что вот неоконченная работа, она мощнее действует. Видимо, в том же самом, в отношении того же самого резонанса. Потому что в ней сохраняется больше энергетика гораздо. Я считаю, это тоже так же. Ну, тут можно многих опять-таки цитировать. Я уже перегрузил вас цитатами. Петро Фоткин считал, что нельзя заканчивать до конца работу, потому что зритель тогда как бы более пассивен становится. Он не позировал совершенно. Вот это результат того, что Паша производил каждый день спектакль такой он устраивал. Когда я наливал ему еды утром, вот, он приходил, значит, прыгал буквально на свою тарелку в кухне, вот. А потом изображал, что он очень меня боится и уважает. И прокрадывался уже там, к себе туда, дальше в комнаты. И, поскольку это каждый день наблюдал, то я решил, что вот, почему бы мне не стать последователем Делакруах, который рисовал тигров, львов и так далее, и рубился. Ну, вот, я Пашу изобразил. Мне очень нравится выражение Флабера в ответ на вопрос, по-моему, какого-то журналиста. Его спросили о принципах творчества, и Флабер сказал, что художник, автор в своем произведении должен быть, подобно Богу в природе, невидимым и вездесущим. Ну, вот, я придерживаюсь этой концепции. Я считаю, что чем больше сам выражение, тем меньше сущности в картине. А мне желательно передать тот образ, который мне явился, а не тот, который я формирую на ходу. Ну, много таких вот людей, которые выражали свое мнение подобным образом. Скажем, Рильке, великий славный австрийский поэт, он в каком-то месте пишет о том, что место художника никогда не может быть на месте зрителя. Нельзя на себя снаружи смотреть. Ну, то же самое пастернаковское поражение от победы ты сам не должен различать. Вот. А многие художники ведь хотят в себя выразить свою личность, индивидуальность, свои приоритеты. А это, извините, замусоривает сущность. Один делает картину как вещь, картину как красивый предмет, картину как выгодный предмет. На этом все строится. А другой исполняет образ. Потому что выполнение и исполнение – это абсолютно противоположное по смыслу глагол. Выполнить – это значит исчерпать, а исполнить – это значит наполнить до краев. Исполнить. Вот. Я предпочитаю второе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!